всем привет вы на канале криптокомментс и решил запилить быстренький видос по поводу ситуации смотрите возвращаем нашу любимую рубрику скрыны от подписчиков товарищ артем прислал очень интересное наблюдение по стахастику мы знаем с вами что стахастик это сильный индикатор и у нас сейчас прямо сейчас вырисовалась вдвойное дно по графику да при этом по стахастику смотрите первое дно это было еще перекупленное а сейчас тот же самый уровень уже считается очень сильно перепроданным это на самом деле очень мощная история ребят вот он дальше показывает сравнение где у нас такие же штуки были смотрите опять же вот стахастик сделал так потом ушел в перепроданность посмотрите здесь двойное дно и мы полетели наверх то есть это как бы дивергенция или конвергенция как и назовите то есть то хастик показывает что в моменте уже на том же самом уровне спустя время мы становимся гораздо более перепроданными то есть накапливаем силу то же самое смотрите опять же уровень вот это когда еще bitcoin стоил 400 500 долларов в улране это короче бычья тема вот то же самое смотрите двойное дно стахастик перепроданность я даже специально врубил себе тоже здесь стахастик чтобы это посмотреть но в принципе он выражены в сайфере тоже кто пользуется маркет сайфером но мне просто удобнее отдельно смотреть чтобы видеть что происходит вот действительно смотрите у нас первое дно вот здесь на этих же уровнях стахастик еще не упал второе дно чуть выше стахастик упал то есть реально это дивергенция получается дивергенция да когда друг от друга отдаляются показатели индикатора но все кто спорит говорят дивергенция конвергенция вы просто ставите индикатор сверху и вот вам уже конвергенция понимаете сближение поэтому это все не имеет никакого смысла все эти ваши споры про дивергенции конвергенции вот короче говоря есть такая тема но единственное на чем еще хочу заострить ваше внимание что стахастик у нас вот на этом падении аномально долго просто валялся ниже плинтуса такого не было очень давно за это кстати респект крипто хамстеру кириллу кто его смотрит тоже у него замечательный канал сейчас дам ссылку на него сверху подпишитесь у него не заслуженно мало подписчиков наш друг из японии русскоговорящий вот короче он говорил про эту тему еще вот здесь он говорил про эту тему еще вот здесь наверху когда мы росли посмотрите мы когда вот этот перекупленный пузырь о котором я говорил да то есть биткоин честно должен был стоить вот так то есть он должен был плавно ну без пузыря как бы он должен был плавно набирать как вот сетка и мои риббон или что это сетка супер гупи то есть 10 20 30 40 тысяч да вот бы была сказка и без коррекции да без без пампов и дампов как см пиха расти и расти и расти как фондовый рынок Но это биткоин, и мы знаем, что он ходит вот так, поэтому, да, вот, и, собственно, смотрите, какая здесь была вещь, кто не в курсе, очень странная вещь была, вот отсюда, с этих 30 тысяч, которые являлись еще очень перекупленными, мы по стахастику не росли, а падали, посмотрите, это вообще какая-то аномальная фигня, ну, то есть, по сути, это, конечно, медвежья дивергенция была, да, или конвергенция, если вот так посмотреть, вот, но фишка-то в чем? Это нам сигнализировало о том, что мы здесь в моменте очень перекуплены, в моменте, стахастика – это индекс относительной силы в моменте, в отличие от топочного RSI, вот, соответственно, смотрите, и дальше, я просто вас предостерегаю, что мы можем долго валяться еще в перепроданности, в теории, если мы сейчас уйдем во флэт, в боковик, то мы можем долго здесь проваляться, но обычно, статистически, мы долго там не валяемся, если вы посмотрите, обычно мы отскакиваем очень-очень бодро, и вот, опять же, как отметил товарищ Артем, вот был такой же момент с двойным битком, в одном, смотрите, вот, раз, раз, очень похожая ситуация, то есть в моменте это нам сигналит на то, что будет, как минимум, очень сильный хороший отскок цены, так что, ребята, вот такой вот сегодня короткий апдейт, все начинает отскакивать, сентимент просто пипец какой медвежий, посмотрите на индекс страха, он снова в экстремальном страхе, люди не верят, продают за бесценок, паники, паники сливают свои битки, а мы-то с вами знаем, что это лучшее время, чтобы покупать, ну и вот еще товарищ Лимон тоже присылает, смотрите, двойное дно, дивер у него по полосе Боллинджера, дивер по RSI на этом двойном дне по XRP, Dash тоже самое, дивер по RSI на дневном таймфрейме, то есть все указано на то, что это абсолютное двойное дно, вот конвергенция опять же по Dash на недельном таймфрейме, конвергенция, она тоже говорит о том, что это двойное дно, потому что, смотрите, индикатор в моменте более перепроданный на менее низких ценах, на более высоких ценах, то есть это даже больше бычая, скрытая, можно сказать, бычая дивергенция, она на самом деле гораздо более бычая, вот то, о чем мы вначале говорили, и XRP тоже вот эту показывает, смотрите, то есть у нас в моменте здесь уже более глубокие зоны для отскока, при том, что цена начинает расти, то есть мы уже дороже, но стоим как бы по индикатору дешевле в моменте, оцениваемся. Вот такие вот пирожки, вы, наверное, скажете, что Гринни просто спятил и себя успокаивает, и хомяков, ну да, это хорошо, очень отличный сентимент, вы продавайте все, ребят, кто не верит, мы вас не заставляем, мы вас не загоняем в крипту, дорогую, продавайте, продавайте, вот, а мы у вас купим за бесценок. Поэтому, смотрите, вот опять же хороший скрин он прислал, что в момент коронадампа как раз, вот мы дипанули, потом вернулись чуть выше уже на вот такой вот конвергенции, дивергенции, да, и потом уже пошли наверх, на самом деле, с откатами, конечно, посмотрите, когда мы сильно запампились вот сюда, примерно до 61,8 уровня по Фибе, все тоже начали лонговать, и мы пошли в бок через такие дампы, здесь, знаете, сколько было боли, я это помню, напишите в комментариях, кто помнит 20-й год, март-апрель, вот, я тогда эфирчик по 90 долларов лонганул на Bybit, за что большое спасибо бирже Bybit, кстати, и кто до сих пор на нее не перешел, посмотрите мой урок по этой бирже, как на ней торговать, очень ее люблю, сам торгую на ней постоянно, вот, ну и, собственно, да, сейчас очень похожая, смотрите, ситуация, если сравнить вот эти два скрина, тоже упали, чуть отросли, не упали ниже, и начинаем плавно расти, и никто не верит, тот же самый сентимент, вот, тот же самое состояние, разве что другие таймфреймы, опять же, очень сильный уровень по вертикальным объемам, я их называю вертикальные объемы, ребята, потому что они по вертикали расположены, кто-то называет их горизонтальными, потому что они вытянутые, опять же, no problem, как вам удобно, называйте, это так же, как с конвергенцией и дивергенцией, мне удобнее называть вертикальные, потому что они здесь по вертикали, горизонтальные у меня вот, как бы, вообще без проблем, я левша, если что, мне можно все делать наоборот, вот, так что смотрите, по вертикальным горизонтальным объемам мы сейчас тоже на очень сильном уровне, вот тут, где мы формируем с вами дно будущего медвежьего рынка, опять же, тестим ключевые мувинги, видите, 200-дневную, 350-дневную в качестве ультимативной поддержки, и это вот, я и хотел сказать вот об этом, это, ребята, все очень напоминает восходящий треугольник, глобально то, что мы рисуем, спасибо вам большое, друзья, за эту информацию, которую вы делитесь со мной, а я делюсь обратно с вами, такой круговорот инфы в природе получается, круговорот инфы в ютубе, но я хотел вот что сказать, сейчас многие пишут в комментарии, это двойная вершина, как вы не видите, мы идем на 18, ребят, технически, дисклеймер, естественно, может быть все, что угодно, может разломаться паттерн, и мы уйдем на 0, но технически, когда у вас есть повышающийся пик, а это повышающийся пик, то это не двойная вершина и повышающиеся минимумы, это называется восходящий аптренд технически, вот, и суть в чем, да, даже если вот этот средний пик убрать, вот у вас получается пик, минимум, пик, минимум. Суть в том, что это ни хрена не двойная вершина, а восходящий треугольник, и не думайте, что это так легко, что все прямо должны видеть, вам рисуют паттерны, которые вы, чтобы вас запутать, которые вы видите, вот эти двойные вершины, а по сути вот это восходящий треугольник, и мы поджимаемся к его верхней границе и пробиваем наверх, и начинаются to the fucking moon, так что всем терпения, выдержки, профитроли, с вами был Гриня, инфа от подписчиков, ставьте лайк, если вам заходит такой контент, пользуйте партнерские ссылки, вступайте к нам в телеграм, торгуйте аккуратно, используйте риск менеджмент, и скоро увидимся, пока. Спасибо за просмотр, и если вы хотите больше такого контента, подписывайтесь на Crypto Commons, и всем профита! Субтитры сделал DimaTorzok